МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационная программа Вести Буретия. В студии Жена Потеева. Здравствуйте. Коротко о главном. Столь ценный вопрос. Люди у нас заканиваются целыми поселками. В столице республики выстраиваются земельные отношения. Будущее за активной молодежью. Мы хотим централизовать усилия молодежи. При Уланденском горсовете новая молодежная палата. Колоссальные потери. Энергетики продолжают войну с нелегальными потребителями. Начнем со стратегии 2030. В рамках ее разработки состоялся диалог главы Буретия с молодежью Прибайкальского района. Недостатка в молодежных инициативах Прибайкальский район не испытывает. Начинающий бизнесмен Руслан Филиппов, участвуя в программе господдержки, построил СТО и автошколу, трудоустроив 20 человек. Инструктор-методист Михаил Стулев переехал из Улан-Удэ развивать сельский детско-юношеский туризм. Он рассказал о лыжном переходе Кика Трунтаева, фотовыставке на берегу Байкала и возрождении традиций местных ремесленников. В рамках муниципального конкурса «Молодежь району» в этом году реализовано 16 проектов по благоустройству и организации детского и молодежного досуга. Но энтузиастам нужна помощь, например, в оборудовании школ для сдачи норм ГТО, строительству хореографической студии или детского автогородка. Актив молодежи Прибайкальского района заинтересован в грантовой поддержке своих проектов, в том числе и по строительству жилья. В улучшении жилищных условий здесь нуждаются 87 молодых семей и 15 молодых специалистов. Глава Бурятии рекомендовала организовать инициативную группу по строительству молодежного жилищного комплекса. Безусловно, надо этим делом заниматься. Нужно улицу просто брать и строить. Имжека оформлять, как положено. В строительстве дома труд составляет где-то 30%. Представляете, мы 20%. Муниципалитет помог с инфраструктурой. Значит, вы 30% своего труда. Остается 50% надо средств на то, что по ипотеке вы возьмете 50% этих средств. Депутат Улан-Удэнского горсовета обязали ежегодно отчитываться о доходах своих супругов и детей. Закон был принят на итоговой 17-й сессии. Также руководителям города теперь запрещено иметь собственность и счета за границей. Кроме того, депутаты изменили срок уплаты по земельному налогу на 1 декабря, следующего за отчетным налоговым периодом. Единогласно депутаты утвердили передачу республики земельного участка размером 6,8 гектаров, расположенного в 110-м микрорайоне Улан-Удэ под строительство новой школы на 1000 учащихся. Мы выделяем этот участок для строительства школы из федеральных средств на 1000 мест. Это достаточно очень здорово. И действительно у нас там проблемы с местами, где школы, детские сады, конечно, значительно улучшат ситуацию. Сегодня стоялось первое заседание нового состава Молодежной палаты Улан-Удэнского горсовета депутатов. Мэр вручил удостоверение 30 начинающим политикам. Эти ребята прошли серьезный конкурсный отбор. Духовно-нравственное воспитание, нет наркотикам, патриотизм, инновации не только. Чтобы стать членом Молодежной палаты, каждый подготовил свой проект. В состав Молодежной палаты вошли представители молодежных общественных организаций, студенты, молодые предприниматели, работающие молодежь. Из них 20 молодых людей и 10 девушек. Девять молодых людей остались в резерве. На первом заседании нового состава были выбраны председатель, его зам и ответственный секретарь. Возглавит Молодежную палату магистрант БГУ, основатель общественной организации «Милосердие», победитель конкурса «Доброволец года-2015» Бояджик Мидаржиев. Наши общественные организации, они работают разрозненно. И мы хотим централизовать усилия молодежи, для того, чтобы сделать лучше наш город. На плечах этих пока еще юных политиков большая ответственность и целый ряд задач. Новый состав будет работать один год. Сегодня много известных руководителей в городе Ланды, которые работали в составе Молодежной палаты. Некоторых мы видим в составе Молодежной палаты Народного курала. Многие работают в муниципалитете. Кто-то выбрал свою эстезю на производстве, кто-то занимается бизнесом. Все вы очень активные люди. Поэтому я желаю вам с этого пути не сходить, всегда двигаться шаг за шагом, но только вперед. Валентина Батмажапова, Игорь Николачук, Вести, Бурятия. Услуга в сфере земельных отношений, не выходя из дома. Комитет имущества и землепользования администрации Улан-Удэ подвел итоги уходящего года. В этом году комитет завершил первый этап программы расселения граждан из домов, признанных ветхими и аварийными до 2012 года. Всего было переселено 303 семьи. Ликвидируя очередность в детских садах, комитет, кроме приобретения садов в муниципальную собственность, пытается развивать это направление среди частников. Для того, чтобы эта система развивалась, была альтернативной, мы предусмотрели в своей нормативно-правовой базе возможность предоставления помещений в безвозмездное пользование. И у нас на сегодняшний момент 4 частных детских сада занимают в муниципальной площади по договорам безвозмездного пользования. Успешно комитет решает вопрос с самоволками. Сегодня в собственность оформлено около 2000 домовладений. Совершенно иное отношение людей. То есть люди у нас узаканиваются целыми поселками. Решен вопрос у нас по микрорайону Южный. Люди, которые действительно 50-летие проживали без документов, сегодня они с благодарностью смотрят, конечно, и понимают, что теперь они имеют все полные права. Уже в январе Куи приступает к процедуре оформления участков. Левобережье — это еще около полутора тысяч домов. Земельными участками в этом году было обеспечено 246 многодетных семей и 10 инвалидов. В дальнейшем законодательная инициатива, с которой комитет вышел на парламент республики о критерии нуждаемости многодетных семей, позволит участки распределять равномерно по всем категориям. Инна Елизова, Маржар Глажанчев, Вести, Бурятия. И смотрите во второй части выпуска сразу после рекламы. Колоссальные потери. У вас было выведено много нарушений. Энергетики продолжают войну с нелегальными потребителями. Ангелы-хранители. Нужно уметь любить жизнь, уметь любить людей. Бурецко-поисково-спасательная служба на страже безопасности. Прохожие в образе Деда Мороза. Очень хорошее настроение. Очень понравилось. В районах Лануды открываются елочные городки. Продолжаем программу. Потери электроэнергии сегодня достигают колоссальных размеров. Жители республики продолжают игнорировать правительственные постановления и подключаются к сетям незаконно. Наша съемочная группа побывала в Джидинском районе республики и оценила масштабы хищений. Поселок Белоозерск Джидинского района. Монтеры решили наведаться сюда с самого утра. Специалисты РЭСа сетуют, здесь их не жалуют. Большая часть селян настроена агрессивно. Энерговоровство процветает. Почти на каждом доме самодельный крючок. Заходим в избу. Хозяин признается, свет воровал. Человек отключен с 14 марта 2014 года. Сейчас опять отрубили, но попался на крючках. До этого вы не оплачивали. Почему? Оплачивали все. Просто улица такая. Следуем дальше. Заходим в один из дворов. Это семейная чета также на крючке. Оправдываются. К сетям цепляются не всегда. Мы не постоянно жимаем, вешаем крючки, снимаем. Когда вы крючки вешаете? В какое время? Вечером. А сейчас вечер? Ну, вот сейчас не вечер. Специалисты Джидинского РЭС выписывают акты. Энергетики не раз призывали граждан пользоваться светом законно, но в Белоозерске эти требования просто игнорируют. Часто люди не пускают, а если пускают, то доходят до того, что даже набрасывают. Бывает такое, собак даже пускают. Всякое было. И обеспеченные, и главы даже. У нас тут неоднократно было по районам очень много углов было. Выведено много нарушений. Попадали сами главы. Ну, а этот факт скорее из ряда вон выходящий. Оказалось, что как-то глава Белоозерска также попался на нарушение. В отношении чиновника, по словам монтеров, даже составлялся акт. Там действительно провода были оголенные. То есть это было не нарушение? Не нарушение. Контролеры задаются логичным вопросом. Зачем тогда согласились с якобы с фальсифицированным документом? Вас заставили подписать или как-то, да, по вашему? Нет. Вы подписали? Подписал. Подписал. Почему? Почему подписали? Вы согласились с нарушением? Получилось, что я согласился, да? Они меня раз, раз, раз и морально задавили. Три тысячи, ладно, я говорю, бог с вами, чтобы вы отвязались, три тысячи оплачу. Борьба с хищениями электричества ведется круглые сутки. Монтеры ликвидируют самовольные крючки почти каждый день. Однако вечно жить на крючке, увы, не придется. Горе-аферисты рано или поздно будут наказаны. И весьма солидными штрафами. Анна Атанова, Анатолий Пляскин, Вести, Бурятия. 27 декабря свой профессиональный праздник будут отмечать спасатели, представители универсальной профессии. Они должны владеть десятью специальностями, иметь характер твердый и решительный, волю к победе и, главное, любовь к людям. Именно такие люди и работают в Бурятской поисково-спасательной службе. Земные ангелы-хранители. Понимание сути этой важной сегодня профессии спасатель близко тем, кто терпел бедствие и нуждался в их помощи, тем, кто был спасен. Спасатель профессии универсальная. Специалист под специальным работом должен уметь все. Прыгать с парашютом, владеть альпинистской техникой, средствами и способами пожаротушения. Уметь оказывать первую медицинскую помощь в любых условиях. У нас имеется 12 видов подготовки. И каждым из них, из этих 12 видов, ты должен обладать не ниже, а хорошо. Есть профилирующие основные. Это медицинская подготовка, горная подготовка. Она вся включает и альпинизм, и горный туризм. Далее идет водолазная подготовка, парашютно-десантная. В Бурятскую поисково-спасательную службу приходят крепкие парни. Отбор спасателей суровый. Необходимо быть не только физически здоровым, но и иметь горячее сердце. Одно из самых главных – это человеколюбие, жизнелюбие. То есть нужно уметь любить жизнь, уметь любить людей. То есть обязательно нести в себе позитив, потому что порой от этих качеств зависит, как ты можешь войти в контакт с пострадавшим. По мнению руководителя службы Павла Шубина, надо просто родиться спасателем. Условия, в которых приходится оказывать помощь терпящим бедствия, непредсказуемы. Порой с повышенным риском для жизни. И быть готовым надо ко всему. Именно поэтому так много времени и внимания уделяется профессиональной подготовке. Сюда на дежурный телефон Бурятской поисково-спасательной службы 23-03-55 звонят круглосуточно. И помощь приходит незамедлительно. Буквально по всем вопросам и готовым нужно быть ко всему. Так как у нас туристическая республика, в принципе, и часто звонят по вопросам регистрации, прохождение в туристическую зону и приграничную зону. Ну и также много бытовых вызовов. Все связано с жизнедеятельностью людей. Извините. Звонок, сигнал тревоги. На сборы отводятся считанные минуты. У каждого спасателя к выезду на спасработы уже собран рюкзак. В нем все необходимое. На каждой даже непредвиденные случаи. Все расписано и разложено по полочкам. Все учтено. Кроме Его Величества случая. К сожалению, его не предугадать. Поэтому и пожелание спасателям. Сохраните себя. Сохраните себя ради жизни тех, кто ждет вас. Кто верит в ангелов земных. Вадим Иржаров, Вести, Бурятия. Накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ на театральной площади у русского драмтеатра открылась елка. Горожане не только посмотрели шествие Дедов Морозов и конкурс на самого оригинального снеговика, но и сами побыли в образах снегурочек и других сказочных персонажей. За лучшее новогоднее оформление придомовой территории и проведение праздников, участие в городских мероприятиях награждались управляющие компании, коллективы школ и детских родов, кафедры вузов. Многие образовательные учреждения приняли участие в конкурсе креативных снеговиков и альтернативных елок. Мы тоже все собрали по максимуму людей. Хорошее шествие. У нас Дед Морозов, Снегурочек. И вместе с ними, все, кто их сопровождает, примерно 600 человек шло сейчас по улице Керешкова. Самый умный, самый хитрый и самый веселый. Нормально, очень хорошее настроение. Очень понравилось. Дети с удовольствием участвовали в подвижных веселых играх, осваивали новые ледяные горки. Порадовал всех праздничный салют. Невзирая на мороз, в новогодние каникулы горожанам скучать не придется. В городе запланировано много интересных мероприятий. Это, конечно же, и районные елки, и городская елка, куда приглашают наших горожан 31 декабря в 18.00. Владислав Ложеницын, Ольга Богданова, Александр Тайбинов, Вести Бурятия. Подробности о событиях сегодняшнего дня читайте на нашем сайте www.bgtrk.ru Смотрите на телеканале Россия 24 и слушайте на волнах радио Бурятия. Телефон, по которому круглосуточно можно сообщать обо всех событиях и происшествиях, 635-00. Впереди вас ждет блок деловой информации. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире на телеканале Россия.